Первый день лета Наринмар встретил под дождем. Впрочем, на праздник это никак не повлияло. Сегодня день защиты детей. На площади сотни горожан. Главный атрибут – хорошее настроение. Ну и, конечно же, вот такой зонт. Сегодня без него никак. Настроение у нас отличное. Несмотря на погоду. Несмотря на погоду. Пока одни прячутся под зонтами, другие заводят публику различными конкурсами и песнями. А третий уже готовится к старту. В начале праздника – традиционный велокросс. На трассу выходят все желающие. Возраст и модель велосипеда не принципиальны. Здесь главное – уметь крутить педали. А дождь для этих смельчаков и вовсе не повод воздержаться. Ну, будет интереснее ехать. Экстремальные? Да. Шиповку не ставили? Нет. Ну, я с лысой шиповкой катаюсь. Расстояние дистанции – 3 километра. Их спортсмены преодолевают всего за несколько минут. Самых маленьких подбадривают, чтоб не отставали. Для шестилетнего Саши Кунгурцева, вот он уверенно идет на свой первый финиш, эта гонка не задалась. Подвела ни техника, ни даже ни собственные силы. Столкнуться с другим мальчиком на велике. Однако без поощрения никто не остался. По приезду на финиш каждого участника велопробега ждал сладкий приз. А самых быстрых наградили дипломами и медалями. Впрочем, отличиться можно было не только в спорте. На празднике работает сразу несколько различных площадок. К примеру, здесь можно нарисовать рисунок на любую тему и получить за этот диплом. Это стенд для фотографирования. Она пользуется у впустителей большой популярностью. Но это школа ПТД. Любой желающий может проверить свои знания. То есть каждый ребенок может показать свои навыки вождения на велосипеде и соревноваться. Ну и, естественно, пошли с ними призы для каждого ребенка. Запах попкорна и сладкой ваты, горячий чай и пирожки, сувенирные лавки и воздушные шары. Площадь на один день превратилась в настоящий игроцентр. А ближе к обеду дождь и вовсе прекратился. Площадь мгновенно заполнилась. Сюда приходили целыми семьями. Ведь в первую очередь этот праздник объединяет. Объединяет взрослых и детей. У нас, естественно, большая радость. Родилась внучка. Поэтому мы еще больше будем связаны с дошкольным детством. Праздник детства получился поистине масштабным. Одновременно, помимо площади Ленина, различные шоу-программы и акции проходили на Марацей и в культурно-деловом центре. Например, на главной площади полицейские выставили свою технику. Забраться внутрь и сфотографироваться смог любой желающий. А в детско-юношеском центре «Лидер» бесплатно работали аттракционы. Кстати, практически все конкурсы, которые были представлены, подготовили сами дети. Долгий учебный год закончен и свой отдых они начали с большого праздника. Олег Танзейский, Константин Канев, Вадим Стасюк. Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова